И самим жителям России Путин жить нормально не дает. Вы коснулись темы магов и гадалок. Я как христианин к этому отношусь отрицательно. Это, скажем так, очень опасное заигрывание с потусторонним миром. Я верю в то, что я делаю Божье дело, что я на стороне света. И я знаю, что Господь нам споборствует. И рано или поздно с Божьей помощью мы этого сатану, его приспешника, скажем, это мелкий бес на самом деле, мы этого мелкого беса из Кремля вытащим и потащим на суд. Если его раньше не прикончат свои же приспешники, которые по законам жанра очень часто сдают своих хозяев в самый неподходящий для этих хозяев момент. Надо понимать, что Путин создал некую систему. Уродливую весьма, но устойчивую социальную пирамиду. Где наверху находится он, как верховный администратор, который перераспределяет ресурсы, властные полномочия, решает, кого карать, кого миловать. Ниже него, естественно, находятся те кланы, на которые он опирается, которые дальше продолжают эту матрицу вниз. И вот в самом низу этой системы находится расплющенный, раздавленный, бесправный и нищий народ России. Персонифицировать Путина как зло, это очень удобно. На самом деле, это очень удобно, потому что человеку свойственно всегда искать самые прямые решения, самые простые. Но на самом деле, эта система, которая выстраивалась, и выстроиться без людей, которые с радостью встроились в эту систему, выстроить ее было бы невозможно. Целый ряд лиц, десятки, может быть, даже сотни тысяч являются бенефициарами этой системы. Они получают от нее какие-то льготы, какие-то преференции, возможность сидеть на финансовых потоках, попросту говоря, пилить бабло. И, естественно, что все это делается в обмен на лояльность. Если персональным Путин уйдет, вполне возможен сценарий, когда его место займет какой-нибудь Патрушев, который является не меньшим ястребом, который может, собственно говоря, только усилить военный нажим на Украину. Почему? Потому что, вы знаете, вот тот же самый Гиркин, который уже отправился за решетку и скоро будет шить на зоне какие-то изделия, ходят слухи, что вместо сумочек Биркин модных будут сумочки Гиркин, уже покойный Пригожин. Они показали, что есть люди еще более яростные, ненавистники Украины, еще более резвые турбопатриоты, нежели Путин. Люди, которые не недовольны тем, что он напал на соседнюю страну, а люди, которые недовольны тем, что он недостаточно эффективно ее убивает. То есть надо понимать, что есть некая система, и поменять ситуацию в России может только полный снос этой системы до фундамента. Естественно, что будет вакуум власти. Естественно, что построить нормальную страну возможно будет, только предоставив максимальные полномочия гражданам. Потому что без эффективного самоуправления построить нормальную страну невозможно. И людей надо будет заново этому учить. Заново учить управлять собой, принимать ответственные решения. Ведь это так удобно переложить на кого-то ответственность и устраниться. Я вам могу сказать, что та картина, которую постоянно рисуют кремлевские пропагандисты о практически тотальной поддержке Путина, она абсолютно не соответствует действительности. На самом деле в России уже порядка 70-80% людей не поддерживают ни политику Путина внутри России, ни его агрессивную войну против Украины. Чем больше будет процент таких людей, и чем больше будет процент пассионари среди таких людей, тем проще будет снести путинский режим. История часто показывает, что какие-то события очень долго копятся, созревают, накапливаются, но происходят буквально в один день. В прошлом году мы увидели, вот я сейчас закончу, что мятеж Пригожина, как гром среди ясного неба, на сутки полностью перевернул политическую ситуацию в России. Если бы у Пригожина хватило характера, если бы он был действительно искренне в своих намерениях уничтожить путинскую систему, он был бы близок, скажем так, к успеху. Но он оказался простым торгашом, который снова договорился. И, естественно, что этого ему не простили, и спустя пару месяцев он был ликвидирован. Алексей, знаете, что такое пирамида Маслоу? Это пирамида потребностей. И за 25 лет расчеловечивания России Путину, скажем так, удалось оттеснить на задний план творческие потребности людей, высокие моральные принципы. Вспомните, как он методично, последовательно, поступательно забирал у россиян все больше и больше. Первое, с чего у него началось, под эгидой терактов, в том числе, например, терактов в Беслане Зверского, который им же был инспирирован. На следующий день после Беслана были отменены выборы губернаторов. То есть он потихонечку, запугав россиян, сначала отнял у них свободу в обмен на безопасность и сытость. После 2014 года, когда он напал на Украину, он уже сказал, что кругом враги, злая НАТО, значит, точит свой кинжал, и поэтому уже не то, что свободы не будет, но не будет сытости. Сразу скажу, курс доллара там почти в три раза вырос, и это очень сильно сказалось на кошельках россиян, на их покупательной способности. Им объяснялось это очень просто. Страна в опасности, кругом враги, надо потерпеть, надо затянуть пояса. Но затягивали пояса только простые граждане России, малый и средний бизнес. А олигархи Путина всегда и во все времена, и сейчас они продолжают набивать свои карманы и богатеть. Богатеть на крови убитых украинских детей, и женщин на разрушенных городах. Не менее 80 олигархов, я напомню, занимаются оружейным бизнесом, производством оружия, которым убивают украинцев. А сейчас уже все дошло до третьей фазы, когда Путин не может гарантировать россиянам уже и безопасность, и определенные бытовые удобства. И именно холодильник, все-таки, что бы ни говорили, холодильник всегда победит телевизор. Потому что как бы по телевизору не показывали радужную картинку, что уже третий год ИСВО идет по плану, что санитарная зона на территории Белгородской области – это тоже по плану. Но, тем не менее, люди видят рост цен, видят разваливающуюся инфраструктуру и прекрасно понимают, что этот режим ничего хорошего им завтра не принесет. Лучше уже не будет. Вопрос в том, когда люди дойдут до точки кипения. Что может стать триггером? Может стать любое событие. Обернитесь на 100 лет назад. Революция в России поводом послужила отсутствие хлеба. Где-то не подвезли дров, где-то муки. Все. И этим умело воспользовались определенные политические силы. И процесс уже был запущен. Опять-таки, кстати, напомню, кто поднял мятеж. Запасные полки, которые не хотели отправляться на мясорубку на фронт. И сейчас, если у Путина хватит ума, он третий год оттягивает полномасштабную мобилизацию. Он понимает, чем это может обернуться. Но если ситуация на фронте будет складываться неблагоприятно, и он будет вынужден насильно набирать туда пушечное мясо, этот триггер может сработать. Кстати, вот буквально позавчерашняя новость. Я сейчас закончу с ответом на ваш вопрос. Раньше лидировал Краснодарский край по выплатам за голову одного контрактника. 1 650 000. Москва перебила ставку. 1 900 000. 20 000 долларов на руки сразу за подписание контракта. Это говорит, что у них в армии далеко не все так благополучно, как они хотят показать. По итогам саммита НАТО некоторые лидеры стран, союзников Украины, заявляли, что новая волна мобилизации ему в России неизбежна. И увидим мы это чуть ли не уже в конце осени. Она, возможно, неизбежна. Это усилит давление на нас. Но это поднимает ставки в том покере, в который Путин начал играть. И я хочу вам сказать, что уже в этом году на подписание контрактов, на денежное содержание уйдет не меньше 3 триллионов рублей. 3 триллионов рублей. Это 10% всего российского бюджета. Всех его затрат. Не менее 10 триллионов уходит на войну. То есть война становится более прожорливой. Это сказывается на России. Короля делает свита, но и король подбирает свиту, соответствующую своему окружению. Ведь Путин с подачи своих друзей окружил себя идеологами и ястребами, которые подходили ему по духу. Разного рода Дугины, Прохановы, Ковальчуки. Вся эта публика годами заливала ему патоку в уши, говоря о том, что он не просто успешный политик, который поднял державу с колен, но то, что он некий Владимир Красное Солнышко 2.0, которому судьба отвела роль собирателя земель русских. И именно вот эта публика втолкнула его войну. Вы почитайте, что пишет Дугин. Это совершенно сумасшедший... Я не знаю, я не психиатр, ставить ему диагноз не могу точно, но это больной человек абсолютно, который тем не менее имеет огромное воздействие на верхушку российского государства. То есть там такие настроения есть. Они ведь не чувствуют тягости войны. Своих граждан они считают за навоз. Помните одну из ошибок украинского военно-политического руководства? Вспомните, как два года мы считали потери российской армии, да? И вот какой был в обществе в украинском консенсус? Ну сейчас там потери дойдут до 150 тысяч, они все, развернут свои лапки и уйдут с украинской земли. Да, Залужный говорил, что я ошибся. Я думал, что такие потери в любой другой стране, но я мыслил вот такими категориями, должны привести к последствиям остановки боевых действий. Ведь Россию это не остановило, это было одной из моих ошибок. Залужно я это признавал. Алексей, умом Россию не понять, аршином, в общем, не измерить, как говорил классик. То есть Путину все равно. 500 тысяч уложить в чернозем украинский, миллион, полтора, два. Бабы по жуковской концепции новых нарожают. Правда они сейчас не очень хотят рожать в свете такой обстановочки. Но он завезет еще там из Средней Азии миллионов 10 мигрантов, заместит трудонаселение российских граждан, русских мужиков, татар, бурятов, башкир погонят на убор. Ему все равно. Это больной человек абсолютно, который ради достижения своих геополитических амбиций, ради закрытия какого-то гештальта, готов заниматься таким варварством. То есть разведка, она обычно оценивает два компонента. Первое это возможности, а второе намерение. Вот как бы возможности мы оцениваем адекватно противника. Мы понимаем, что по некоторым элементам он подходит к концу. Проблемы большие с легкой бронетехникой, например. Но людей ему не жалко, потому что он их за людей не считает. Также это просто как крепостные. Кстати, вот эта тенденция, что регионы повышают ставку за голову, она же один в один совпадает с тем, что в 17-18 веках происходило при рекрутинге. Когда условный богатый боярин, желая выслужиться перед царем, ему надо было поставить, например, 30 рекрутов, а он приезжал к бедному боярину в село, давал ему хорошую пачку денег или золотых монет и забирал у него оттуда несколько десятков, которых он уже потом отдавал в руки государевых и своих. То же самое. Вот тот же Питер берем, там выплаты больше, чем в окружающих регионах. Люди не нанимаются через условный Новгород, Псков или Тихвин. Они едут и подписывают контракты в Питере, получают по их меркам хорошие деньги, а Беглов бодро голосует, что поток добровольцев идет из Петербурга и все хорошо. Вот так. Возможно. Но есть же, наверное, какие-то финансовые группы влияния, силовые группы, которые готовы были бы перезапустить, например, отношения с Западом, хотели бы снятие санкций, остановки боевых действий, но понимают, пока Путин при власти, это невозможно. Конечно, конечно. Самым главным, вот я подчеркну, да, несмотря на то, что Путин выстроил систему, да, людей лояльных, людей близких ему по идеологии, несмотря на то, что Путин выстроил систему, в которой за лояльность можно зарабатывать деньги, несмотря на это, самым главным бенефициаром этой войны является он. Хотя он от нее каких-то прямых дивидендов не получает. Понятно, что его рейтинг и в Россию упал, ну, а его состояние говорить не будем, там Новорова настолько, что при любых политических событиях он будет обеспечен очень надолго, и все его отпрыски. Вот. А естественно, что есть целый ряд лиц, которые от этого страдают. Скажите, зачем зарабатывать деньги в нищей России, грабить ее народы, если ты не можешь этим воспользоваться на том красивом Западе, который так любишь, где ты купил виллы, где у тебя стоит арестованная яхта и самолет. Вот. Все в этом плане очень просто. Опять-таки, я уверен, что возможно есть люди, опять-таки, возможно есть люди, пусть не из первого эшелона окружения Путина, там из какого-то, из второго и третьего, которые действительно понимают, что его политика это убийство, это гибель России. Но любой вменяемый человек это понимает. Как часто говорили, есть Путин, есть Россия, так нет, на самом деле есть Путин, нет России. Он ее просто убивает, он ее заталкивает в пропасть все глубже и глубже. В ту пропасть, из которой нам, потом, гражданам России, придется очень долго выбираться упорным трудом, трудом не только физическим, творческим, созидательным, пытаться перестроить государство, уродливое такое, которое достанется нам в наследство, изменить сознание граждан, чтобы они занимались собой. И я уверен, что все-таки такие люди есть. И что, возможно, некий Путч, он уже созревает. Может быть, даже это не одна группировка, а какие-то 2, 3, 5, 7 группировок в его далеком окружении, которые все-таки понимают, что его убийство подтолкнет Россию к прекращению войны, что это возможные варианты, что его убийство позволит снять санкции и перезапустить как саму Россию, так и ее отношения с Западом. Я не могу понять циничной и трусливой политики Запада, на самом деле. Если бы сейчас у власти в мире были такие титаны, как Черчилль, Рузвельт, Трумана, Деунауэр, путинская агрессия, скорее всего, просто бы не случилась. К сожалению, выросло целое поколение политических пигмеев, у которых там на первом плане зеленая повестка или какие-то социальные вопросы. Их волнует, например, сейчас проведение Олимпиады в Париже. Но, простите, если мы вернемся к древности, во время войн Олимпиады не проводились, либо войны останавливались на момент проведения Олимпиады. А тут за пару тысяч километров убивают людей, разрушают целую страну. И так выделим какой-то процент от ВВП, и больше будем заниматься дальше своими политическими игрищами в надежде получить голоса избирателей. Это очень глупая и близорукая политика, потому что Путин – это квинтэссенция зла. И такое зло оно понимает только сил. Оно понимает только сил. Итог будет один. Надо будет ломать путинский режим силой через колено. Я уверен, что пройдет время, и ведущую роль в этом займут российские добровольцы. Вот, кстати, пользуясь моментом, я хочу сейчас обратиться к гражданам России, которые проживают в Украине. К мужчинам, в первую очередь. У вас здесь в Украине больше ста тысяч человек. Как минимум. Если для вас Украина стала своим домом, найдите мужество не прятаться за чужими спинами, а пойти и защитить свой дом. Возьмите в руки оружие. Не ждите, когда из-за того, что вы и кто-то такой же, как вы, трусливый, не пошли на фронт, враг дойдет до вашего города, до вашего села, что к вам прилетит ракета, убьет ваших детей в школе, в больнице или на детской площадке. А тем россиянам, которых Украина приютила временно, те, которые хотят взять, вернее, хотят вернуться в Россию, но хотят, чтобы кто-то сделал это за них. Россия новой никогда не станет, если граждане России, в том числе живущие в Украине, не возьмут оружие в руки и не освободят ее. Будьте настоящими гражданами. Имейте не только права, но и обязанности. Выполняйте свой мужской и воинский долг. Благодарю. Вот вы для себя дали ответ на вопрос, каким вот, ну, по логике, да, должен был бы быть ответ на удар по самой крупной в Украине детской больнице. Я вам скажу, я озвучу так, что я от вас услышал, Алексей. Украинцам хотелось эмпатии. Им хотелось хотя бы понимания, чтобы граждане России понимали то, какое варварство они сотворили. А вместо этого они видели в комментариях к новостям глумливые заявления о том, что надо еще раз, смотрите, сколько людей собралось, еще одну ракету послать туда и так далее. Понятно, что это пишут, скорее всего, больные люди либо кремлевские тролли на зарплате. Вот. И если я доживу до того момента, и если у меня будет возможность, все эти твари понесут наказание за свои слова, за поддержку путинского режима. И уж тем более, никто из тех, кто осуществлял эти варварские удары, не уйдет от возмездия. Но. Я русский человек, и я знаю менталитет россиян. Россиян на самом деле, вот как бы ни говорили, что русские очень трусливы, их достаточно сложно запугать. И когда, например, идут пусть и случайные прилеты по мирным объектам, россиян это только ожесточает. Я думаю, что категорически нельзя трогать никакие мирные объекты, жилую застройку. Но надо продолжать также уничтожать военно-промышленный комплекс, также уничтожать топливно-перерабатывающую инфраструктуру. Потому что это удар по олигархам. Это как раз такие люди, которые на многое влияют. Они на этом теряют очень серьезные деньги, потому что в результате санкций очень сложно завести оборудование. В России нет оборудования для переработки нефти, даже для ее разведки, понимаете, и для добычи. Поэтому это все начинает представлять проблему для владельцев этих предприятий. Удар по топливной инфраструктуре, удар по военным объектам. И для того, чтобы россияне немножко очухались, я думаю, что было бы неплохо наносить удары по объектам энергоструктуры. Это абсолютно будет симметричный ответ и адекватный тому, что Россия уже третий год делает с Украиной. Вы же видите, что в Ростове и Краснодаре люди начали активизироваться именно после того, как у них свет погас, а не после того, как россияне убили детей. Вот именно такой метод. Попасть зимой в несколько электростанций, попасть в котельную условную, да, и там уже при лучине, без интернета, взяв томик какой-нибудь классика в руку, они подумают о том, нужно ли им продолжение этой войны, нужен ли им этот режим. Вы заметили, что без украинских ударов прошлой зимой сотни тысяч граждан России сидели без света и без тепла. Это все закономерное следствие путинского режима, который не вкладывает большие деньги в развитие инфраструктуры, а там сумма очень порядочная, потому что инфраструктура не менялась многое с 60-х, 80-х годов. Гораздо лучше попилить деньги, которые бизнесмены вкладывают в жилую застройку и получают прибыль за счет ее распродажи. Вот Путин уже подвел страну на грань коллапса. Если вот в эти болевые места уколоть иголочкой, то его режим обвалится гораздо быстрее. Но в то же время возникает вопрос, а сколько еще может продолжаться война вот таким образом, когда Запад не дает возможности, не дает достаточного количества ресурсов для освобождения всех украинских территорий? И вот где этот баланс между тем, чтобы отстаивать собственные границы и в то же время беречь собственных людей? Вот знаете ли вы ответ на этот вопрос, где этот баланс? Ну и ваши впечатления от того, что предложил Джонсон, тоже будет интересно слушать. Я понимаю, что очень тяжело украинцам терять своих сыновей, мужей, отцов. Но надо понимать, что сейчас одна из главных задач Путина превратить длинное кино в сериал. Если будет подписан мир, если за Путиным уже будут закреплены и захвачены им территории, у него возникнет соблазн через 3-5-7 лет вооружиться, пополнить армию новой техникой, переучить ее, доукомплектовать, перестроить полностью военную промышленность и экономику страны на военный лад и повторить, что тогда будет делать Украина, что тогда будет делать Запад. А ведь это время он не будет терять не только в плане усиления военной инфраструктуры и военного строительства и подготовки вооруженных сил, он будет еще сильнее и сильнее вбивать клин через свою агентуру, многочисленную, обширно распространенную и хореншо финансируемую на Западе. Что делать тогда? И хочу еще задать вопрос. Украинцы, вы готовы оставить эту войну своим детям, своим внукам? Готовы? Я могу сказать за себя, за себя, даже не за все свое подразделение. У нас подразделение добровольческое. В случае окончания военных действий каждый определится сам, что ему делать. Но я как христианин, я как русский человек, я никогда не приму то, что сделал Путин. Я никогда не соглашусь с ним. Я буду бороться с ним любыми доступными мне политическими и военными способами. Значит, смотрите, надо понимать роль Медведева. Когда покойный Жириновский еще жил, он получал огромное количество преференций и финансовых возможностей для того, чтобы быть щупом Кремля. Вроде бы он выглядел как клоун, вроде бы он выглядел как шут, но он закидывал в общество нарративы, которые внимательно аналитиками исследовались, и потом Путин получал уже информацию по тому, как общество на это реагировало. Он мог сказать какой-нибудь бред типа, по-моему, ноги в Индийском океане, естественно, что было понятно, что это непроходная концепция, мягко говоря, но иногда он говорил такие вещи, которые потом мы видели спустя несколько месяцев или несколько лет уже в виде обкатанного и готового законопроекта, который принимался. Медведев сейчас за неимением Жириновского выполняет функцию такого же клоуна, который прощупывает медийное пространство, который прощупывает настроение россиян, закидывая вот такие вот тезисы а-ля делириум. Поэтому надо понимать, что действительно приостановка боевых действий это будет только подготовка к следующей войне. Вопрос в том, на каких условиях войдет Украина в эту войну. И я бы не сравнивал Армению и Азербайджан. Россия это не Армения и не Азербайджан. Это достаточно серьезный противник с длинной волей такой ордынской, средневековой. И опять-таки, как мы в начале нашей передачи уже с вами разъяснили этот тезис, она за ценой не постоит. Не потому, что это надо народам России, а потому, что политическая ситуация такая, общество задавлено сильно, а Путину плевать, насколько обеднеют граждане России или сколько их еще сгниет в украинском Черноземе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова